Судя по официальной статистике, при бурятских вузах сегодня не меньше 29 малых инновационных предприятий. При каждом университете республики сегодня как минимум 4 МИПа. К примеру, Авзгуту на сегодня разработали и готовы внедрить аж 200 патентов. Успешные из уже реализованных, производство бифидобактерий для местного и иркутского молочных компаний и переработка дикоросов. На основе этих патентов в республике производится инновационная продукция. Продукция, не имеющая аналогов, конкурентоспособна, привлекательная для покупателей. В основе любого малого инновационного предприятия лежит изобретение на новый какой-то продукт, на новую технологию. Малые предприятия при местных вузах сегодня предлагают производить лекарства, разрабатывают БАДы и экологически чистые технологии переработки сырья. Успешно их внедрять помогает субсидирование, гранты и микрозаймы. МИПы республики могут рассчитывать на более чем 20 форм господдержки. На нехватку финансов не жалуются и сами директора МИПов. Проблема в другом. Все меры материальной и финансовой поддержки в этом плане в республике вполне удовлетворяют. Но все-таки, если в целом трезво оценивать ситуацию, пока мы, имея в виду всех участников инновационного процесса, в попытках создания инноваций все-таки пытаемся больше походить на других. Изобретения есть, инноваций нет. Большая часть предприятий не имеет ничего общего с инновационной деятельностью, констатирует глава Бурятии. Окраска шерсти, все время вспоминаю, цветные меха показывают, что вот тоже инновационный способ окраски. Что дальше с этим делать? Никому это не нужно. По тому же, наверное, этих докторских уже защитилось столько, что отца мы. Столько продукции не выпустили. Глава республики добавил, что у МИПов не получилось выполнить задачу, которую перед ними ставили. Стать посредником между наукой и бизнесом и вовлечь в оборот инновации. Поэтому теперь предприятия с приставкой «инновационные» на поддержку государства могут не рассчитывать. Мария Латышева, Виктор Горновской. Новости дня.